Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня суббота, и оттого на Большой Членовозной почти нет кортежей с мигалками, только изредка некоторые слуги народа проносятся на дорогущих автомобилях. Между тем, ситуация в стране далека от безмятежности и спокойствия. И вот эти цветы, прекрасные цветы, расставленные здесь, на улице, которая на картах именуется Новый Арбат, они, знаете, для меня лично, они являются такой прекрасной декорацией и дополнением к царящему вокруг безумию. Воронежская область этой ночью вновь подверглась атакам беспилотников, и настолько серьезной, что из-за детонации, я цитирую, взрывоопасных объектов, введен режим чрезвычайной ситуации в трех поселениях Острогожского района. Опасность атаки в регионе объявил сам губернатор Александр Гусев. Такие вот истории, дорогие друзья. Добрый день, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и поддержите мой труд. Только благодаря вашей поддержке я его, собственно, и продолжаю. И, знаете, много всего происходит у всех на слуху. Безусловно, захват заложников и террористический акт, не побоюсь этого слова, в исправительной колонии номер 19. Жуткая совершенно история, и, как пишет телеграм-канал «База», в результате этого мрачника погибло восемь человек, восемь заложников, четыре из которых были сами заключенные. Их связали, им пробивали черепа. Некоторых из заложников пытали, и пытали поганно, жутко, резали ножом. И, знаете, просто нет слов. Просто нет слов. Снимали это на видео. Это, конечно, террористический акт. Я не знаю, официальные СМИ не особенно распространяются об этом деле, избирая тактику молчания. Но лучше от этого не будет. Огонь-то тлеет, хоть бы его одеялом и накрыли. Восемь человек погибло беспрецедентный случай. И, знаете, что это уже третий подобный случай в таких учреждениях с начала года. Позволю себе отметить, что само название «Исправительные колонии», «Исправительные» в нынешних реалиях бытия вызывает у меня горькую усмешку. Ну, как и кого, и чем, и от чего они исправляют и могут исправить. Страшная история. Вот жутко пытали сотрудников СИН Сергея Гордополова. Он получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины. Позднее он скончался в больнице. Мир его праху. И вот пытки над 25-летним мужчиной террористы снимали на видео. Изрезали голову, заставили обратиться к президенту России. «Мне нужен врач», – сказал в ответ на это сотрудник СИН. Знаете, искренне, глубоко сочувствую соболезную родным и близким убиенных зверски. Я не знаю судьбу всех этих террористов, остались ли они все живы или были ли они все ликвидированы, скажем так. На мой взгляд, им нет места среди живых. Нет места среди живых. И добавлю, что третий такой случай с начала года является крайне серьезным индикатором. Не срастается ассимиляция, верно? Зачем вы столько их ввезли сюда? Я повторюсь, я говорю от видео к видео, я не расист, не нацист, не ксенофоб, не шовинист. Нормально, лояльно отношусь. И, пожалуйста, добрые люди, которые приезжают трудиться по-честному, добро пожаловать. Но, простите мой прононс и мой французский, нахрена нам такое великое переселение народов? Мы чего этого просили, ждали? Вот в Золингене, Германия, произошел совершенно мрачниковый, жуткий случай. Какой-то чувак в арабской одежде, они впустили много беженцев. Он начал бегать с ножом. Трех человек убил, еще несколько человек ранены. Золинген. Город, кстати, славится своей сталью и своими ножами. И вот, мрачняк. Это глобальное событие, это глобальное явление, оно спланировано и оно происходит. Вот это вот миграция, смешение. Только смешение не получается, потому что нас разобщили, институт семьи убили, а их не размягчали. Нет, с ними не срослось. Что ж, между тем, друзья, в Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия на улице. Прямой связи не сообщается, но весьма вероятно, что это в связи с пожаром, который происходит в Пролетарске, продолжается. Там большой нефтяной узел, очевидно, и вот он горит после нескольких дроновых атак. Эти дроны, штука-то серьезная на самом деле. И вот я говорил и озвучиваю снова, и даже какие-то разработчики уже представляли вот эту сеть с аэростатами. И радиолокационная станция, которая будет на длинных волнах обнаруживать вот эти малые летательные средства. А сети выставлять сети гораздо дешевле всяких ракет и даже пушек скорострельных дешевле. И они многоразовые. И, помимо прочего, обломки от сбитых летающих вундервафлей не падают и не загораются и не вот такие дела. Что ж, между тем, бывший премьер-министр господин Степашин при Ельцине, который сберег мавзолеи Владимира Ильича от перезахоронения и выступивший по поводу некрополя за мавзолеем, который, по его мнению, следует убрать, убежден в то же время, что смысла в захоронении тела Владимира Ильича Ленина сегодня нет. А Сардана Афксентьева, заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, поднялась. Она сообщила, что вносится инициатива о выдворении из России всех мигрантов, которые имели судимость. Имели даже погашенную судимость. То есть меры принимаются, меры принимаются, готовятся к принятию жесткие и все такое прочее. Но поймите, во-первых, у нас действует бюро добрых дел, простите, бюро благих намерений. Это когда говорят, я желаю, требую, необходимо, в кратчайшие сроки и так далее. Это благие намерения, это полная хрень, туда даже смотреть не дады, слушай. Есть еще благие инициативы, многие из них сбиваются на взлете. И, в общем, в основном многое из того, что озвучивается и так далее, не проходит, но не происходит. Но если даже вот эти инициативы произойдут, это замечательно. Да, но прежде всего у меня вопрос. Вы с какой стати их так много впустили? С какой стати делаете за бюджетный счет программы поддержки им? Почему вы не поддерживаете для начала своих, свои народы? Вы мне скажите, много ли в странах Средней Азии и других странах, откуда к нам приезжают, много ли в этих странах программ поддержки иммигрантов? А? А? Не слышу ответа. Ну, впрочем, ни я, ни вы ответа так и не услышим. И нас предлагается использовать, да что там предлагается, нас используют как доноров. Но ладно бы только как доноров. Понимаете ли, нас еще режут, пробивают головы молотками и устраивают разные веселые закидоны. И это, мягко говоря, не по душе. Не только мне, но и большинству здравомыслящих, вменяемых людей. Повторюсь, это не имеет ничего общего с ксенофобией. Но теперь подумайте, уважаемые друзья, в особенности почитатели наследия великого и действительно оставившего плоды после себя Советского Союза. Плоды, на которых долгие десятилетия гужевались, вот вы сами знаете кто. Вот. Понимаете ли, Советский Союз крепился и держался на единой идеологии, в которую верили многие. Многие верили, искренне верили. И эта идеология была скрепляющей, да, потом все рухнуло. Не так просто. Дорушили долгие пять лет перестройки, а затем еще и лихие девяностые. И до сих пор есть люди, которые помнят те идеалы и чтут. И была в этих идеалах своя правда. Просто сотворено было не так много. И крови было много. И все это было не вовремя и не кстати. А сейчас какая идеология? И понимаете, и вот люди потребляют идеологию силы, которая навязывается из СМИ, из киноэкранов, из телеэкранов, безусловно. И идеология силы. Ходят они незрелые личности из Средней Азии, из Закавказья, из других регионов прекрасных. Ходят в футболках, в бейсболках UFC. Вот эти бои без правил. Вот что им десятилетиями внедряли в голову. И не только им, и нам, многим. А для многих людей из бедных регионов, вот это UFC, это получается как такой дверь в сказку. Ты побил там всех, а бить-то ух! И денег много, и героем стал, и звездой. И тебе политические деятели руку подают. С какой такой стати? Политические деятели, подавая руку, таким образом они ведь не свою волю проявляют, и не по своему хотению. И они же не сами по себе. Делая это, они популяризуют, поддерживают и легализуют. Вот как-то так. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мой труд. И благодаря вашей поддержке я и продолжаю, дорогие друзья. Времена совсем-совсем непростые. И, знаете, конечно, я против такой массовой миграции чудовищной. Естественная миграция была и есть, и это нормально. Кто-то кого-то полюбил, кто-то приехал трудиться, хороший работник, а остался. Кто-то что-то, где-то как-то. Но не так, чтобы взять и впрыскнуть нам в Вену 10 миллионов человек за полгода, или сколько их там. Простите, я не справочное бюро, если ошибся, но миллионы. Взять и впрыскнуть. Без подготовки, без ничего. Многие из этих людей не знают русский язык. Да очень хорошо было бы взять, какая там судимость, уважаемая госпожа Афксентьева. Какая там судимость, взять бы и проверить их просто банально на знание русского языка. А еще ввести тест по этике, по обхождению со слабым полом и с чужими детьми. Вот такие вот вещи. Какая уж тут судимость. Приезжают люди, которых за 30 с лишним, с лишним лет хорошо обработали. И они уже далеки по идеологии от нас. И жестокость, чудовищная жестокость, с которой расправились с работниками ВСИН и другими заложниками. Напомню, захват заложников произошел, как сообщают некоторые телеграм-каналы, во время заседания дисциплинарной комиссии. То есть люди были. И жуткая трагедия, и с какой жестокостью. И при этом, да, ни в коем случае я не желаю накладывать тень на прекрасный ислам, на добрых и истинных мусульман, которые миролюбивы и добры. Но они же выкрикивали разнообразные лозунги религиозного толка. Они это делали. И да, ни в коем случае нельзя разжигать. Ни в коем случае мы должны быть добры друг к другу. Но прежде всего на первом месте для меня и для любого здравомыслящего человека должны быть интересы нас, коренного населения России. Это наш дом, другого у нас нет.